Приветствую, Аноним. И ваш вопрос, что можете развести со своим мужем по понятиям морали, можно воспринимать и так. Если вы не хотите с ним иметь ничего общего, если вы его разлюбили, и если вы хотите, чтобы в дальнейшем ваши жизненные пути не пересекались, то вы имеете полное право на развод. От моральной точки зрения неважно ли, что ваш мужчина сделал, неважно попал он в тюрьму, не попадал он в тюрьму, в зависимости от того, от чего хотите вы, вы имеете право на развод. Это ваше право полное. Мужчина лишь только будет пожинать плоды своего отношения к вам, своего, видимо, не совсем хорошего отношения к вам, и, собственно, выносить урок, выносить опыт. Другого варианта у него не остается. Значит, на вопрос о том, можно ли... Можно. Но, думаю, что на этом вопросе все это становится подробнее, потому что, я хочу сказать так. Само основание преступления и само основание того, что мужчина попал в тюрьму, не является как таковым основанием для развода. Но, вы можете подать заявление о разводе на общих основаниях. И, если мужчина его... Значит, если мужчина не пригласится, и даст вам развод, то вы разведетесь. Если нет, то тогда суд вам дает два месяца, по-моему, на примирение. После которого, если вы не найдете дочек соприкосновения друг к другу, вы все равно разведетесь. Возможно, будет раздел имущества, но это уже скорее эксперт. Вот. С моральной точки зрения, если вы мужчину стыдитесь, и если вам не нравится быть супругой того, кто совершил определенное противоправное деяние, вы имеете полную правую разводность. За более подробную консенсацию относительно наших процессов развода, вам кто-то обратится в развод и распространение, там вам помогут. А на этом все. Желаю вам удачи. Всего доброго. Если какие-то вопросы возникли, пишите в личку. Помогу. Продолжение следует...